Итак, друзья, добрый день, меня зовут Станислав Орехов, я руководитель системной студии, студии дизайна, базируемся мы в Москве, у меня есть сайт, я работаю 17 лет уже в этой теме, выполнил большое количество объектов для частных клиентов, для корпоративных клиентов, для девелоперов, начинал я с визуализации, сначала делал различные дома, квартиры для того, чтобы девелоперы продавали свои, собственно, недвижимость, и дальше я уже стал, перешел в дизайн, делал дизайн интерьера, вот, кстати, один из домиков для девочки нашего клиента, 350 проектов у нас примерно, выполнено какие-то из них в виде работ, сделанная, как бы полностью построенная, да, то есть, условно, было, стало, можно посмотреть в современном стиле, в классическом стиле, все наши проекты объединяет примерная цветовая гамма, использование только натуральных материалов, в основном у нас проекты бизнес и премиум класса, чаще всего необычные какие-то заказывают, вот этот объект вообще там один из самых интересных, печатаемся в том числе в зарубежных журналах, делаем большие дома, делаем маленькие квартиры, в общем, собственно, к нам обращаются, когда нужно что-то необычное, что-то интересное. Я работаю в студии, у меня компания удаленная, раньше было три офиса, теперь все ребята у нас работают кто где, это очень хорошо, потому что позволяет использовать самых талантливых специалистов по всему миру, никакие проблемы, никакие там часовые пояса у нас не являются преградой, у нас клиенты тоже по всему миру, мы делали в Казахстане и во Франции и в Нью-Йорке, в США у нас проект, в общем, по разным сторонам океана, в общем, все отлично. И позволяет нам это делать некий системный подход, что такое системный подход, сегодня мы об этом поговорим. Частично он написан у нас в книге, вот Андрей тоже сказал, здорово, что вы выигрываете. Книга у нас написана была в предыдущем году, это книга технологий о том, как делать комплектацию, о том, как дизайнеру зарабатывать больше, о том, как построить последовательную системную работу и продать комплектацию клиентам. Также книга полезна для поставщиков и построена она на базе как раз-таки тоже системного подхода. Вот что такое системный подход, как он помогает в найме сотрудников, как он помогает в найме себе самых лучших сотрудников, в поиске лучших исполнителей, поставщиков, в работе с лучшими клиентами и как системный подход, когда вы организуете для себя, как он помогает продавать и продвигать свои услуги, мы сегодня поговорим. Тем у меня достаточно много, как вот мы тоже обсудили, и Андрей тоже сказал, у меня есть школа, в том числе по дизайну, где я на самом деле не то, что обучаю, я помогаю внедрить навыки, я помогаю обучиться навыкам, необходимым для того, чтобы развиваться. Навыки это достаточно простые, все равно кратко сейчас я о них расскажу, потому что они тоже подразумевают некую системность. И системность это один из синих главных навыков, которые нам нужно развить для себя, чтобы постоянно быть конкурентно способными на рынке и зарабатывать деньги. То есть это одна из самых важных вещей. Итак, первый навык это понимание, значит, кто мы, на какой стадии мы находимся, к чему мы на данный момент идем, куда мы хотим, хотим ли мы работать с фрилансером, хотим ли мы студию, хотим ли мы какую-то большую компанию, либо маленькую, с какими клиентами мы хотим работать. Какие услуги у нас есть. То есть это полное глобальное понимание себя, в том числе понимание того, как будет выглядеть наш бизнес, либо наша работа. То есть если мы понимаем, куда мы идем, то уже эта половина пути пройдена. Сюда же входит, если мы компанию создаем, это финансовая модель, потому что любая деятельность, она строится не только на работе с творчеством, надеюсь вы это понимаете, но и на работе в том числе с финансами. Потому что иначе можно обанкротиться и ладно там сам, если ты работаешь, но если ты работаешь с сотрудниками и у тебя есть обязательства перед ними, то обязательно нужно их выполнять, а это уже ответственность. Значит, второй момент это продукты, то есть что ты предлагаешь. Как правило, для нас, для дизайнеров это сам дизайн непосредственно, дизайн интерьеров. Второе, там есть комплектация, авторский надзор и управление строительством, то есть то, что помогает реализовать клиенту. И дальше тоже есть дополнительные услуги, партнерские услуги, например, строительство, услуги по поставке, может быть вы с кем-то договорились, что они будут привозить, да, и вы будете продавать за свое имя, ну и так далее. То есть можно ландшафтный дизайн туда подключать, еще какие-то дополнительные консультации, то есть там уже можно расширять парк вот этих услуг. То есть нужно во второй части понимать, как навык, да, что ты продаешь и уметь каждую из этих частей объяснить. Это тоже помогает продажам. Третье, это умение привлекать клиентов, это лид-генерация, то есть сделать так, чтобы клиенту было интересно, что мы продаем, что мы предлагаем, чтобы они приходили и желали купить. Это тоже навык. Четвертое, это продажи, как из потенциального клиента стать, сделать его реальным. Пятое, это сложные услуги. Это когда мы предлагаем, да, не только дизайн, но и полностью реализацию с воплощением. Шестое, это как раз команда управления и систематизация, сегодняшний навык, мы о нем сегодня будем говорить более подробно. И седьмое, это пиар, личный бренд и известность. Я выступаю тут тоже не случайно, я не сразу стал там знаменитым дизайнером, просто в какой-то момент я понял, что помимо того, что я хочу делать проекты для клиента, я хочу о них рассказывать, я хочу в том числе передавать свои знания, они у меня есть, и передавать это системно на уровне тех навыков, которые я сейчас вам рассказываю. То есть не просто рассказать красивую историю и о трендах в дизайне, о том, как делать хорошо, а как плохо, а сделать так, чтобы системно перенять информацию. Вот это вот основные темы. Хорошо, тема нашего сегодняшнего занятия, сейчас мы перейдем тоже в том числе к вопросам к вам, поэтому приходите к компьютеру, кто подальше отошел, будем сейчас работать, кто смотрит в записи тоже, пишите, это будет полезно, потому что именно отвечая на вопросы, вы как бы прорабатываете некоторые моменты. Это очень важная методика такая ответов на вопросы. Напишите, пожалуйста, сейчас, кто сейчас работает в одиночку, кто работает один, у кого сейчас своя студия, то есть, чтобы было понятно, у кого какое на данный момент положение. У кого студия, то сколько там сотрудников у вас. Кто в одиночку, у кого студия, напишите. С командой, отлично, молодцы, вижу ваши ответы пока, здорово, спасибо за участие. Так, я кашусь немножко вбок, потому что у меня еще один монитор, не пугайтесь. Я вижу сейчас, да, все ваши ответы. Пока вы отвечаете, пишите смелее, я скажу как бы особенность, да, небольшую. Покажу, что такое стандарт профессии, для чего он нужен, как он работает. Окей, есть, кто-то в одиночку, кто-то в студии. Хорошо. Так, смотрите, есть такая, ну не гипотеза, как бы такое, аксиома можно даже так сказать. То есть, даже если ты работаешь в одиночку, я очень сильно рекомендую развивать свой мозг и думать о том, что будет тогда, когда ты будешь работать в команде. Для чего это нужно? Не для того, чтобы сейчас прям расти, потому что я очень часто сталкиваюсь с таким возражением, особенно кто один сейчас, что вот я сейчас совсем справляюсь, да, вот там у нас один-два человека, и вроде как нормально, то есть большой, большие проекты, большие сложные клиенты, это не для меня. И это ошибка такая достаточно стандартная, в которую попадают многие люди. То есть, если ты не мыслишь, как компания, которая думает на вырост, как человек, как специалист, который думает на вырост, то ты, скорее всего, в таком положении останешься навсегда, то есть, как бы такая вот особенность есть. И наоборот, любая большая, хорошая, структурированная компания, она в первую очередь идет от своего владельца, то есть, первое, что нужно, это начать думать, как большая компания. Не обязательно действовать, но хотя бы принимать решение и думать, как большая компания. Что это значит? Это значит, когда мы делаем ту или иную работу, нам очень важно понимать, в какой роли мы ее выполняем, что мы делаем. На данный момент, если мы делаем обмеры, то мы в роли обмерщика, если мы делаем дизайн, то мы в роли дизайнера. Я имею в виду планировку, допустим, и если мы делаем, допустим, встречаемся с клиентом, то мы в роли либо ведущего дизайнера, который согласовывает проекты, либо в виде менеджера, который на данный момент записывает резюме встречи и ведет договор. Так, эта мысль понятна? Надеюсь, что да. То есть, очень важно делить понимание, что у нас входит в работу. И для чего это нужно? На самом деле, это помогает вообще вся эта история, вся эта идея, она нужна в первую очередь для продаж. Что такое продажа? Продажа – это убежденность в своей правоте, это доверие клиента к тебе как к эксперту. Если клиент тебе доверяет, то есть создается ощущение, что я вот этому парню или этому девушку доверяю свои деньги, свою квартиру, свой дом. И это именно то доверие, которое нам нужно завоевать. И вот это внутреннее доверие, которое к нам может прийти, а может не прийти, оно приходит, когда у вас все в голове устаканилось. Вам все понятно, вся система у вас перед глазами, более того, она не чужая система, а стала вашей. То есть, вы поняли, как все работает и вы можете объяснить этому клиенту. Объяснить с точки зрения, почему ему это выгодно, почему он должен заплатить деньги за комплектацию или не должен, если не хочет. Стоит ли ему заказать у вас какие-то услуги, почему заказать у вас, а не конкурента, почему ваши услуги для его ситуации наиболее перспективны, наиболее хорошие данные обстоятельства или наоборот нет. То есть, иногда имеет смысл даже посоветовать не заказывать у вас. Понимание, позиционирование и спокойствие вот этого вот в голове, оно приходит от понимания системы. И для того, чтобы все это дело работало, давайте я сейчас покажу. Так, у нас, я не знаю, видно, не видно, надеюсь, что видно. Видно меня кусочек. Для того, чтобы все это работало, у нас есть некая тема, так называемый стандарт профессии, который мы разработали. Сейчас я немножечко его прочитаю, расскажу. У нас есть детализация по этой теме. Если кому-то будет интересно, после сегодняшнего занятия напишите мне. Да, кстати, подписывайтесь на наш инстаграм, Станислав, нижние подчерки мне, Орехов. И напишите в директ, я вам пришлю ссылку на то, что мы будем сегодня обсуждать. Потому что разработан стандарт профессии по 10 основным функциям, которые у нас есть. И он позволяет как раз таки... Можно увеличить картинку, чтобы можно было читать. Я сейчас... Картинка в основном для меня, я сейчас буду все озвучивать. Кому нужно будет, я презентацию пришлю. То есть, ну как бы мы не будем... Отлично. И ссылку на инстаграм можно прямо в чат бросить, чтобы прямо сейчас на тебя подписались. Ага. А можешь скинуть, пожалуйста, я тебя попрошу, пока я расскажу. Да, мы скинем. Давай, мы скинем сами тогда ссылочку на твой инстаграм. Все, хорошо. Вот, кому нужна презентация, просто подписывайтесь на инстаграм, пишите мне в директ, и я вам пришлю презентацию в PDF. Она у меня есть. Давайте я покажу на самом деле, что я вам пришлю. Вот у меня есть такая вот презентация, просто она такая немножко техническая, ее надо изучать. Сейчас я не хочу, чтобы мы изучали, потому что это такая работа, которую надо сесть просто и сделать. То есть, нужно ее посидеть, посмотреть. Она выглядит вот так. Здесь примерно 150 страниц, на самом деле, здесь. Я на основе этой методики сейчас пишу книгу, в том числе. Вот вторая книга, кто спрашивает, будет у нас по стандарту профессии, и будет еще книга по дизайну. Ну, как делать, то есть, энциклопедия, я даже название придумал, это у меня энциклопедия дизайна и комплектация, будет современная энциклопедия, вернее, ладно, пока название не буду говорить, будет секрет. В общем, будет по дизайну и будет по стандарту профессии в том числе. Вот, в принципе, здесь основа, но она техническим языком написана, которая подразумевает то, что мы этот документ будем сдавать в Минтруда. На самом деле, мы уже получили комментарии, мы уже сдали, мы получили много подписей, там более 500 у нас подписей под этой темой, и, соответственно, вот сейчас, если бы не было вот там той ситуации, да, она бы уже, собственно, у нас бы завершилась, мы хотели на конференции его вот на этой презентовать. Вот, поэтому я вам пришлю вот этот материалчик, вы уже сможете с ним ознакомиться, и дальше расшифровку и детализацию, это уже будет в книге, вы сможете также приобрести, надеюсь, в следующем году мы ее выпустим и сделаем. Вот, значит, пришлю, ознакомитесь, посмотрите. Теперь давайте к делу, собственно, зачем это нужно, как это работает. Это, наверное, самое основное, потому что вам же нужно, как бы, не только инструмент, а еще как с этим деньги, ну, можно заработать. Что дает на самом деле этот инструмент? У меня есть 4, получается, или сколько там, да, 5 категорий проблем, которые решают этот документ. Первая проблема – позиционирование дизайнера. То есть у дизайнера нет четкого понимания, что он должен делать на проекте, и как объяснить клиенту, что входит в работу, а что не входит. Очень часто, я думаю, что мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда мы приходим, и клиент тоже не знает, что мы должны делать, и мы не знаем. И, соответственно, он требует, либо просит делать какие-то варианты, требует, допустим, общаться с инженерами, а вы не должны в каких-то моментах. А где-то наоборот должны. Вот где, когда, как, в какой должности вы общаетесь и не общаетесь, нужно точно описать и поставить границы. Потому что я считаю, бизнес начинается там, где поставлены некие границы, где есть понимание, что вот это объем работы, и за этот объем работы мы делаем его профессионально, вот на таком-то стандарте. То есть у нас появляется стандарт качества, что мы можем предоставить, что мы делаем именно вот в этом, в таком-то формате. Если сделано по стандарту, то все супер, нам платят деньги. Если по стандарту не сделано, качество, я имею в виду, то, извините, переделывайте. Почему в строительстве такие стандарты есть, когда мы, допустим, принимаем работу, ГОСТы, СНИПы и так далее. А в дизайне нет, каждый делает что угодно. Непонятно. Почему непонятно? Потому что база нет, где начинается работа, где заканчивается. Так, надеюсь, с этим все понятно. То есть позиционирование дизайнера. И как раз-таки стандарт профессии подробно объясняет, где зона ответственности дизайнера, а где работа вне зоны его компетенции. Чтобы не получилось, что клиент берет дизайн-проект, заказывает по дизайн-проекту материал у подрядчика, и потом винит в дизайнера, что там какие-то чертежи не отработаны. Нет, такого быть не должно, потому что если клиент заказал недоработанные какие-то узлы и потом заказал где-то сам, то, извините, пусть он сам это делает. А если он хочет уже детально отработать, то есть услуга комплектации, за нее надо заплатить деньги и уже тогда требовать. А у нас обычно как бывает, что не заплатив деньги или заплатив только за авторский надзор, клиента требуют вообще за все. Бывает ли у вас так? Бывают ли ситуации у вас с клиентами, когда вроде он не заплатил, и ты вроде как и даже не знаешь, как отказать, ну то есть непонятно, чтобы не обидеть. Вот это такая ситуация, которая возникает очень часто, и ее нужно избегать. Помогает она, разобравшись, где начало, где конец, и прописать это все детально. Вот, вижу, что часто, вижу, что поддерживаете, абсолютно точно с этим надо работать. И что еще важно? Клиент-то всегда прав. Что значит всегда прав? Если вы ему не донесли, не объяснили, а если у вас нет у самих правил и понимания, где границы, то вы тоже не можете объяснить, как вы можете объяснить, если вы сами не знаете. В институте этого не учат, нигде этого не учат, то есть нужно именно понимать. Причем понимать не на то, что вот я вам дал стандарты, где-то написал, а психологически для себя это уяснить, что я делаю вот это за такие деньги и вот граница. И объяснить клиенту, почему именно граница здесь, почему вы не можете, допустим, отвечать за инженеров. Он говорит, ну ты же дизайнер, разбирайся во всем. Ты говоришь, я с удовольствием, но у меня квалификации нет, только просто инженерный. Вы должны нанять инженера и с ним повзаимодействовать. Либо давайте я найму. Но я не буду отвечать за инженерные сети, потому что я дизайнер, а не инженер. У нас многие боятся отказать и говорят, да, я во всем разберусь. Вот это вот такое вот желание лезть во всем, у нас каждый во всем эксперт. Не нужно быть во всем экспертом, каждому. Нужно понимать, где ты эксперт и там быть суперэкспертом, а для другого уже принимать себе людей. Поэтому второй момент – это хаос в голове. Дизайнер соединяет в себе несколько профессий и функций. У него есть обмерщик, чертежник, визуализатор, комплектатор, психолог еще, естественно, да, создатель концепции, переговорщик. Функции смешиваются в голове дизайнера, и он делает вроде как все. На самом деле это очень сильно мешает нам для того, чтобы построить компанию и команду. Вот любая нормальная хорошая команда, либо компания начинается с того, что собственник, ну то есть я называю собственника, потому что это образ мышления, дизайнер. И дизайнер, он настолько квалифицированный специалист. У нас, если мы умеем делать чертежи, если мы умеем делать дизайны, у нас точно хватит ума, сообразительности. У каждого из вас, кто сейчас присутствует, точно хватит ума и сообразительности, чтобы почувствовать себя собственником своей жизни, своей профессии и раскидать все эти функции на части. Вот здесь вот показано, как убрать хаос из головы и как сделать так, чтобы внутри у нас было понимание, в какой момент мы являемся дизайнером, в какой момент мы являемся чертежником, в какой момент мы общаемся с клиентом, на какой должности. То есть это вот 10 у нас основных позиций. Я их покажу, они прописаны в стандарте. Из них 5 управляющих позиций, которые отвечают за результат, и 5 делающих, которые отвечают за производство. Сейчас мы чуть-чуть попозже к этому подойдем. Так, в общем, вторая задача – убрать в хаос в голове начинающих, зачастую и опытных дизайнеров. Почему? Ну потому что, когда сам не понимаешь, что делаешь, как ты можешь кого-то нанять, как ты можешь кому-то объяснить? Не можешь. Третья часть – проблема с командой. Преоспевающий дизайнер или студия собирает команду, но очень сложно найти специалистов. Кто сталкивался, что сложно найти хорошего дизайнера, чертежника, визуализатора, в конце концов, помощника? Очень часто многие начинающие пытаются устроиться на работу. Если я начинающий дизайнер, возьмите меня, пожалуйста, я буду вам стажером или подмастерьем. А что ты будешь делать? Получается так, что начинающего ты должен обучать еще за свои деньги. Зачем мне это надо? А мне нужно, чтобы начинающий сразу же был мне полезен. Что значит полезен? Значит, он умеет делать либо техническое задание, либо он умеет делать чертежи, ну какие-то, хотя бы оформление, в такаде работает. Либо он умеет делать визуализацию, например, да, либо он умеет делать обмеры, либо он умеет, допустим, общаться по почте, да, пересылкой заниматься. Либо он умеет контролировать процессы, да, что вот я поставил срок, а он смотрит, что все было сделано в срок. То есть мне нужна какая-то конкретная функция, потому что платят не за красивые глаза, ну за красивые глаза тоже иногда платят, и это здорово. Но в основном, как бы, люди на работе работают, вот, и если мы хотим быть полезными на работе, то нам нужно выполнять функцию, то есть быть полезным специалисту. И устроиться на работу очень просто, когда ты выполняешь какую-то функцию. Собственно, третья тема, третья проблема, это сложно нанять человека, потому что ты не понимаешь, как тебя нанимать. Ты пытаешься нанять супер-универсала. Такие ошибки совершают, в принципе, многие, даже очень профессиональные люди, ну как бы, я общаюсь с большим количеством собственников в разных темах, и вот недавно буквально, у нас, кстати, еще есть телеграм-канал, рекомендую, если у кого-то телеграм стоит, подписаться, я там отвечаю на частые вопросы. И вот там у меня есть один знакомый друг, это Алексей Толкачев, он пытался нанять себе руководителя отдела продаж. Я там разобрал его вакансию, он в руководителе отдела продаж пытался запихать несколько функций. Это должен быть и менеджер, и системник, и продавец, и человек, который будет еще обзванивать. То есть это все в одном, это не будет работать, то есть в одном человеке не соединяется. То есть если я суперквалифицированный профессионал, зачем мне идти чертежником? Да, если вы хорошо умеете делать дизайн, да, зачем вы будете чертить, вам лучше это делегировать. Вот, вот это вот понимание, где начинается одна функция, где заканчивается, она разделяется очень сильно и разделяется в голове. Поэтому с командой проблем не будет, вы очень легко сможете найти себе любого помощника, если точно очертите, кто конкретно вам нужен. К примеру, как мы делаем? Мы сейчас, кстати, фильтруем фриланс биржи разные. У меня есть специально HR менеджер, который дает задания, общаясь с помощниками. И у нас есть такая база надежных поставщиков, подрядчиков и помощников, кто делает. То есть у нас база визуализаторов, именно тестированных, проверенных, с кем мы поговорили. База чертежников тоже самое. База дизайнеров, с кем мы можем пообщаться. Вот это очень важно. В эту базу попадают люди первые, которые, ну, как бы понимают, принимают наши принципы, понимают вот то, что я сейчас рассказываю. Это философия, некое производство. Не когда вот мы командой собрались и давайте что-нибудь замутим, а когда конкретно каждый выполняет свою функцию и работать может удаленно, самостоятельно в том числе. И мы собираем вот таких людей, которые могут в зависимости от загрузки там работать либо с другими командами самостоятельно, либо работать с нами. То есть у нас не стопроцентная загрузка. Когда нам просто такие люди нужны, мы берем из общего списка наиболее сейчас свободного и с ним начинаем работать, потому что знаем, что он нам подойдет. И наоборот, у нас есть в том числе сейчас компании, которые проходят у нас курс обучения по созданию студии. И если у нас есть свободные люди, мы как бы делимся. То есть такой взаимообмен возникает. И вы точно так же можете это делать. То есть внедрив стандарт, вы можете пока у одного там пусто, у другого густо. Вы можете обмениваться сотрудниками, как бы условно сдавая в аренду. Это очень классная штука, вот особенно сейчас, когда есть определенные обстоятельства, у кого-то нет заказов, у кого-то есть. У нас заказы есть. То есть нам повезло, мы взяли несколько премиум объектов и сейчас их делаем. Ну то есть у нас как бы мы работаем, ну прямо сейчас сотрудники. Но у кого-то нету и у них люди простаивают. То есть мы бы с удовольствием взяли уже проверенных людей сейчас на полставочки для того, чтобы просто закрыть какие-то наши потребности, потому что там не все наши справляются сотрудники. Вот это очень полезная штука. И для этого, кстати, и нужно сообщество. Вот поэтому такие мероприятия и вообще такие вот у нас события и почему я рассказываю, потому что я всегда поддерживаю такие вот инициативы, когда собирается сообщество. Я считаю, что именно в сообществе мы можем придумывать какие-то интересные темы. Вы можете их поддерживать, можете давать свои вопросы, если что-то непонятно, какие-то возражения, если вы думаете по-другому. И вот в таких вот обсуждениях, консенсусах находится истина. Потом она прописывается и принимается как стандарт профессии. Вот такая интересная история. Так, четвертая тема – это поверхностные знания вместо специализации. Вот это очень большая проблема, когда из институтов на данный момент, из вузов, с курсов выходят люди, которые знают все обо всем. Они чуть-чуть знают, как чертить, чуть-чуть знают, как визуализировать, немножко знают, что такое стиль и что такое дизайн и немножко умеют общаться с клиентами. И вот такой вот человек немножко пытается устроиться на работу, либо пытается начать работать с клиентом. Это бестолковая ситуация, абсолютно никуда не ведущая. Ты либо все делаешь, ну, как бы как новичок, и тогда у тебя и ценник минимальный, и ты на конкурентном рынке просто пропадешь. Никто не будет у тебя покупать. Зачем ты кому нужен, если много людей уже и компаний по той же цене, ну, или там даже по цене ниже, да, пытаются что-то продавать. То есть это уже вопрос, конечно, продаж и позиционирование, но вот новичкам в такой ситуации очень сложно. Какая альтернатива? Альтернатива очень простая. Я вам свою историю расскажу. Когда я начинал работать, я не знал вообще вот эту всю систему. Если бы я ее знал, помните, мы сегодня в самом начале рассказывали о пути. То есть 7 навыков, и первый – это был путь. То есть первый – это система стратегия. Вот у меня не было системы и понимания, как вообще бывает. Вот сейчас оно есть. И в чем суть? Если бы я сейчас начинал, например, работать, я бы начинал именно с какой-то одной профессии. К примеру, например, оформление технического задания. Там ничего сложного. Тебе надо не знать сложной программы, тебе нужно просто анкету для людей и умение задавать вопросы, и умение оформлять это в индизайне, допустим. В результате у тебя получается техническое задание. За техническое задание платят там от 10 до 15, иногда 20 тысяч рублей. То есть это то, что мы платим исполнителю для того, чтобы он оформил то, что мы поговорили с клиентом. Это очень выгодно, потому что клиент нам платит там около 100 тысяч рублей. То есть мы вот берем, проводим интервью, даем в оформление, и уже это можно сделать. Оформлено техническое задание, да, это уже продукт. Чтобы было понимание, что это такое. Надеюсь, видели, да, наверное, что-то. Сейчас покажу просто, как это выглядит. Так, техническое задание – это уже готовый продукт, который можно показать. Вот он так и называется. Собственно, вот результат, например, нашего технического задания выглядит вот так. Есть анкета, по которой ты заполняешь, и вот техническое задание. Вот такой альбом, он стоит денег. Соответственно, если ты его делаешь, мы его все равно делаем, мы продаем его клиенту. Если ты его делаешь в удаленном формате, то мы платим деньги. Соответственно, как бы я поступил? Я бы за месяц примерно выучился бы делать такое техническое задание и оказывал бы услуги не только мне, разным дизайнерам по оформлению. Таким образом, у тебя есть знания, у тебя есть навыки, ты умеешь делать такие альбомчики, за эти альбомчики тебе платят деньги. В альбомчике, как вы сами понимаете, там сфокусировано, сформулировано то, что клиент сам себе решил делать. То есть вы это записали и снабдили картинками. Это готовый продукт. Второй момент, если техническое задание окей, сложно или что-то у вас душа идет к более каким-то весовым частям, как это было у меня, я научился визуализации. То есть мне визуализация очень нравилась, соответственно, моей первой работой была именно визуализация. Что я делаю? То же самое, я беру, изучаю тему именно визуализации и на этой теме начинаю зарабатывать деньги. На этой теме я начинаю погружаться в мир дизайна уже не в учебниках, а на практике, и на практике я вижу, что да, есть такие дома. Вот это дом, который я делал в поселке Давиль. Я сделал его визуализацию, и потом клиент мне заказал внутренность этого дома. Вот дом, который я работал еще с одним архитектором из компании. Вот примерно так вот происходит. Вот это уже работа там наших учеников, выпускников. Но смысл в чем? Что за такую картинку люди платят деньги. И я бы научился именно делать картинки. На этих картинках бы я начал общаться с нашими заказчиками, то есть с дизайнерами, познакомился бы с дизайнерами, понял бы, как это работает, и дальше бы уже шел, развивался. То есть к чему я сейчас? К тому, что нужно заходить не... Как вот нас учат в институте, давайте мы все-все-все по чуть-чуть выучим, но на минимальном уровне. Это не будет никто покупать, это работать не будет. Я бы сфокусировался на том, чтобы выучить все по чуть-чуть, но на уровне теории не пытался бы делать сразу дизайн-проекты. И дальше бы отточил классный навык, чтобы делать примерно такую визуализацию, такого качества. И уже включался бы в работу. Первое, это приносит деньги сразу. Второе, вы можете вклиниться в любую практически компанию, быть помощником. Третье, или как говорится, четвертое, уже ты можешь понимать, куда тебе расти. У тебя есть наставники, старшие товарищи, которые тебя прокомментируют. Если ты возьмешь дизайн-проект, как это было у меня, я уже начинал, пока я делал визуализацию, я одновременно брал себе проекты, много-много лет назад. И я обращался к моим коллегам-дизайнерам и архитекторам очень опытным и спрашивал, что не так. То есть у меня появилась возможность консультироваться с опытными ребятами, которые так бы я бы никогда до них не дошел, если бы я не был им полезен. То есть одна из основных вещей в том числе, это быть полезным. И вот, собственно, поверхностное знание, я категорически против вот этого, что ты везде нахватался и пошел делать. Я за то, чтобы ты все обо всем знаешь, но начинаешь как бы с какой-то конкретики. Ну, если, конечно, у тебя не большой капитал, и ты там не дочь олигарха, и, соответственно, ты можешь тогда делать все, что угодно, у тебя деньги есть, у тебя дизайн, тогда это как хобби, нежели профессия. Так, вот такая тема. И пятая, да, давайте здесь последняя основная тема, это общение с клиентом. Очень важно понимать, что дизайн – это не только творчество, но еще и решение задачи. Вернее, не «но» еще, а это всегда решение задачи. И если мы берем за дизайн деньги, то мы обязаны совершать договорные отношения, юридические всякие моменты, обязательно. И дизайнер в этом плане должен уметь общаться с клиентом, вести проект, согласовывать, делегировать и управлять финансами. Чтобы все это уметь делать, опять же, возвращаясь немножко назад, с чего мы начали, у тебя должны быть границы, где у тебя начинается работа, где заканчивается. И ты должен, не обидно, клиенту все объяснить, когда он тебе должен заплатить денег. Вот это основные вещи, они у нас описаны в стандарте профессии. Ссылочку тут можно, я пришлю, почитайте, и сам стандарт тоже пришлю. В чем смысл? В том, что здесь описан уровень квалификации, который необходим, трудовые функции, что нужно знать и что нужно уметь. В принципе, это та база, если ты начинающий, то по этой базе ты готовишься для того, чтобы получить нужные навыки. А если ты нанимаешь людей, то это тот базис, с которым ты можешь брать на работу и устраивать тест. То есть первый самый вопрос, который я задаю, когда мне присылают люди, вот я начинающий дизайнер, можно у вас устроиться на работу? Меня так спрашивают очень часто, в директ пишут или на почту. Я говорю, окей, в какой должности? И на этом человек плывет. А какие типа должности есть? Я понимаю, что человек вообще не понимает, ну, собственно, базы, он не понимает, что есть дизайнер, есть комплектатор, есть обмерщик, то есть что он будет делать? И я понимаю, что мне его очень дорого стоит обучить. Зачем я его буду учить? Пусть человек сам научится, поймет, что я иду на должность дизайнера, тогда я скажу, если ты дизайнер, дружище, что делает дизайнер? Первый, он делает планировку, второй, он делает подбор мебели, третий, он делает стиль, оформляет, то есть как это будет выглядеть. Я говорю, ты в чем специализируешься? В планировках, в стиле, либо в комплектации? Все, у тебя появляется специализация. Я тебя могу взять, если ты умеешь делать планировки, я тебе готов платить за каждую сделанную планировку. Пожалуйста, ты можешь завтра хоть уже деньги получать. А если ты просто дизайнер, я умею делать все, то мне дольше тебе объяснять, что нужно, нежели ты будешь получать заказы. Вот это люди до конца не понимают. Не знаю, есть ли среди нас начинающие или нет. Если вы опытные, напишите, сталкивались ли с такими проблемами, когда человек приходит, говорит, вот возьмите меня, пожалуйста, кем угодно, не важно, я хочу у вас работать. А ты понимаешь, что тебе там вообще, как бы, ты не заточен под это, то есть ты не заточен обучать, ты же не вуз, почему ты должен тратить на это время? Ты должен получать готового специалиста, который готов работать. Так, сейчас я буду отвечать на вопросы, пока вот покажу основные вещи. Какие документы, стандарты есть? Вот у нас 10 основных функций. Есть обмерщик. Что делает обмерщик? Его задача какая? Сделать обмеры и получить как итог работы, сформулированный в PDF файл, сделанный в автоказе, допустим, у нас такой стандарт, вы стандарт можете любой свой ввести, и фотофиксацию. Все, это его задача. Как только он это сделал, он получает за это деньги. 3, 5, 10, 15 тысяч рублей, в зависимости от объема, от объекта, как сами договоритесь. Второе, это дизайнер. Что делает дизайнер? Обсудили. Планировки, подбор мебели и стилевое оформление, то есть, ну, как бы, сам дизайн, детальный дизайн так называемый. Все понятно. Сделал одну из этих трех частей, получил деньги, молодец, супер. Третье, визуализатор. Человек, который из задания дизайнера, берет его и делает картинку. Все четко и понятно. Картинку сделал, получил деньги, не сделал, не получил. Четвертое, чертежник, либо проектировщик. Ну, на самом деле, проектировщик здесь, мы берем проектировщика, но в стандарте профессии здесь чертежник. Почему? Потому что проектировщик подразумевает больше квалификацию для того, чтобы самостоятельно какие-то решения там принимать. А чертежник, он по сути просто берет, зная технические моменты, вычерчивает то, что нарисовал визуализатор. То есть, вот, в стандарте это так сделано, не спрашивайте почему, это долго объяснять. Увидите, либо я объясню, кому будет интересно там персонально и детально. В общем, есть разница между чертежником и проектировщиком. Чертежник, значит, делает чертежи, сдает на объект. Все четко и готово. Пятое, декоратор. Декоратор, на самом деле, вот, кстати, как они описаны, можно посмотреть, почитать. Да, вот, это вот то, что требуется в Минтруда сдавать. А, здесь, кстати, не очень видно. Ну, ладно, пришлю. Так, значит, что тут у нас? Ага. Что у нас дальше? Декоратор. Кто такой декоратор? Мы декораторством не занимаемся в нашей студии, но я знаю, что многие люди занимаются, для кого-то это важная часть, когда приносят. То есть мы заканчиваем свою работу, когда вот сдали все объемы, построили, и дальше уже клиент приходит либо сам, либо стилист приходит отдельно, да, приносит там тарелочки, подушечки, цветочки и так далее. Все, что готовят для фотосъемки, допустим, либо уже для уюта. Мы, вот, наша позиция такая, опять же, это не хорошо, не плохо, мы так работаем, что мы делаем до стадии, когда клиент заходит и приносит свою личность в интерьер, то есть мы не доделываем, как на глянцевом журнале, то есть это вот не наша задача. И мы специально говорим, что мы это не делаем, но вы можете нанять декоратор, если вам это нужно, мы можем вам посоветовать своего, если вам это нужно, мы можем стилиста для того, чтобы были фотки, пожалуйста, можно это сделать. Вот это вот функция декоратора, это тоже важная функция, ее можно оказывать как услугу. Это вот у нас пять основных функций, которые выполняют работу. То есть это профессии, которые не принимают решения, которые не общаются с клиентом, которые делают только по техническому заданию, поставленному другими специалистами. Кто эти специалисты, которые ставят ведущие задания, либо функции? Это ведущий дизайнер, человек, либо функция, которая контролирует вообще все, то есть он сводит весь проект воедино. У него есть менеджер, менеджер смотрит за тем, чтобы сроки не уходили в минус, чтобы клиент заплатил вовремя, чтобы подрядчики сделали, вот эти ребята, чтобы сделали все в срок правильно, чтобы они между собой взаимодействовали, за этим следит менеджер. Ведущий дизайнер плюс менеджер это ключевые специалисты, которые работают в тандеме, и от результата действий которых зависит работа и успех всего проекта. Дальше, если мы будем говорить о создании студии, о команде, то как сделать так, чтобы быть независимой компанией, которая может брать много разных проектов? Очень просто. Не надо всех набирать, нужно взять ведущего дизайнера, либо самостоятельно им быть, и менеджера. Вот моя деятельность в плане руководителя началась с того, что я был ведущим дизайнером плюс визуализатором. Я взял себе чертежника, и я взял себе моделера, то есть еще к визуализатору добавляется моделер, который делал модели, и взял себе менеджера. Вот с этого начался наш, как бы такой вот мини-путь в профессии. Я, как ведущий дизайнер, общался с клиентом, я понимал задачу. Да, кстати, мы еще обмерщиками были, я вместо чертежника еще функцию обмерщика выполнял. Понимал, значит, что нужно, общался, делал, рисовал это все как визуализатор плюс как дизайнер в виде задания. У меня был чертежник, который вместе со мной делал обмер, он это чертил, и менеджер был, который помогал координировать процесс, весь этот, в плане бумажного, оборота по бумагам, чтобы нам вовремя все платили, и чтобы все сотрудники, которые у нас были, помощники удаленные, чтобы присылали все вовремя. В этом случае я, как главная функция, выполнял 80% работы, вернее, да, за 20% времени примерно. То есть я общался, рисовал 3D-шечки достаточно быстро, дальше передавал это все в производство, а денег получал, соответственно, наоборот. То есть 80% денег получал я как организатор, потому что много функций закрывал с собой. 20% у меня были помощники. Такая ситуация очень классная, единственным минусом за тем, что если ты выполняешь функцию ведущего дизайнера, то ты не можешь вести больше 3 проектов одновременно, ну иначе ты просто повесишься. Чаще всего 2. И то, что ты будешь 24 часа на 7 занят, то есть все время ты будешь занят. Вот. Если ты хочешь уже из этого выйти, то ты дальше берешь себе комплектатора, арт-директора, руководителя, ну становишься руководителем, больше функций уходишь и в арт-директора. Арт-директор отвечает за качество, руководитель отвечает за то, чтобы все это работало как система. То есть я взял на себя функцию руководителя, это значит, что я на каких-то проектах тоже являюсь ведущим, но как бы в основном делегирую это дело там либо нашим ученикам, кто у нас учится, либо нанимаю сторонних сотрудников со стороны. Если среди вас есть талантливые дизайнеры, готовые общаться с клиентом, потому что функция ведущего дизайнера в том числе общаться с клиентом, готовые давать результат, то тоже пишите мне с удовольствием, у нас как бы проекты есть в удаленном формате, если работаете, если моя философия вам тоже близка, то присылайте резюме, я ищу всегда надежных, хороших подрядчиков и коллег, с кем мы можем долго и плодотворно работать. Это очень полезно. Да, ну и любая функция собственно может здесь быть, присылайте ваше резюме, пообщаемся лично. Так, ну в принципе вот и все, значит, время-то у нас поджимает, давайте перейдем к вопросам, которые у нас есть. Я готов ответить на ваши вопросы полностью в вашем распоряжении. Основу я рассказал, подписывайтесь на канал, телеграм-канал, там ответы будут и на инстаграм-канал, там будут обновления, я выкладываю и, ну просто там интересно. Если какие-то вопросы есть, по любой теме, в принципе, можете задать. Наверное, сейчас более актуально будет по теме, например, организации работы, как начинающему, например, стать, перейти в студию, как найти клиентов, может быть даже, но это такая достаточно серьезная тема, она как бы непростая, на нее еще можно целый час рассказывать. Так, ну в принципе, любые вопросы, сколько у нас есть времени, если Андрей напишет, я, в общем-то, сейчас готов поотвечать, пока вопросы не кончились. Так, ссылки выше есть, отлично, спасибо, 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 да, что были тоже с нами. Так, что первично, творческая и техническая часть процесса. Самое главное, это в работе, да, наверное, да, первично для кого, для чего, это отдельный, сейчас, это совместная история, то есть, даже не творчество важно, не техническая часть, важно понимание процесса и продажи, я бы вот так сказал, самое важное, потому что, как только ты понимаешь, что ты делаешь, какой у тебя процесс, ты можешь это дело упаковать и продать клиенту, как только ты упаковал это дело и кто-то у тебя купил, что у тебя появляется? У тебя появляются деньги, а с деньгами ты можешь делать все, что угодно. Ты можешь сам заниматься творчеством, ты можешь сам заниматься технической частью, либо ты можешь начать нанимать себе сотрудников и делегировать. Поэтому первично я бы сказал все-таки упаковка того, что ты делаешь, создание продукта, то есть продукт первично. Что ты предлагаешь, где у тебя границы твоего продукта и каким клиентам. Все-таки я бы, наверное, на это делал упор. Хотя начинаем мы все с творчества, потому что мы занимаемся этой темой, тебе просто интересно. У тебя фокус внимания направляется в зону творчества, от того, что у тебя фокус внимания, у тебя получается опыт нарабатывается. Как только у тебя получается хорошо, классно, у тебя начинают покупать. И мы, вот большинство дизайнеров и визуализаторов, они идут как бы от обратного, да, они идут от творчества к бизнесу. Вот, поэтому, как оно в жизни бывает, я сказал, идут от творчества к бизнесу, и нам надо перестраивать свой мозг, это необходимо. Но, как бы правильно все-таки, правильно, да, если вот как бы глобальное понимание, ты понимаешь, что ты делаешь, какой твой продукт, почему у тебя покупает и кто у тебя покупает. И потом уже ты можешь либо самостоятельно его делать, либо распределять. То есть как только мозг перестраивается вот на эту философию, у тебя открывается много продуктов. То есть ты можешь продукты каждую неделю запускать. Вот я сейчас за неделю, за две недели запустил три продукта новых. У меня продукт по комментариям получается, да, появился. У меня продукт по упаковке комплексной для дизайнеров. Там можно, допустим, ну, сайта продающий конверсионный сделать, там, за 30 тысяч, например. Либо там полностью упаковку за 100-150 тысяч, когда у тебя и сайты, автоборонки, и инстаграм. Ну, все полностью, специалисты, которые мне делали, все это дело собрано. То есть вот такие продукты запускаются, и они, в принципе, рабочие. Как они делаются? От понимания того, что ты кому продаешь. Примерно такая тема. Куда отправлять резюме? Ну, я же сказал, что есть странички в Инстаграме и в Телеграме. Туда отправляйте, либо на почту. Ну, найдете. То есть если это первый квест, да, значит, если непонятно, куда отправлять, то лучше догадаться, куда. В принципе, на сайте у нас написано. Так, как выйти на премиум-сегмент? Нет какой-то стратегии конкретной выхода на премиум-сегмент. И вообще, если вам кто-то будет говорить, что есть технология, да, конкретная с гарантией, что вы получите клиентов, это обман. Невозможно это получить. Технология привлечения клиентов, она связана с тем, что ты из себя представляешь, какую оснастку ты взял, если ты идешь. Ну, представьте рыбалку, да, ты можешь пойти на рыбалку в море, либо на речку. Ты можешь пойти с сачком, либо с удочкой, либо выехать на большом рыбовом судне. Премиум-клиент, допустим, представьте, что это кит, а ты на китобойном судне. Что это значит? Если значит, что ты пойдешь с удочкой ловить премиум-клиента, он тебя просто перевернет. И кит у тебя просто, ну, сожрет, да, в океане. А если ты возьмешь китобойное судно, то ты будешь такой же подготовленный. Поэтому первично, что нужно, собственно, нигде искать, а как подготовиться. Когда ты подготовлен, уже вопрос, ну, как бы генерация заявок и заказов. Что это подразумевает? Чаще всего, ну, я могу рассказать стандартный способ привлечения клиента. Когда ты заметен, когда ты известен, когда у тебя есть некие интересные проекты, не обязательно, кстати, реализованные, просто идеи. Когда ты участвуешь в конкурсах, плюс к этому ты даешь еще рекламу со спецпредложением. Потому что премиум-сегмент чаще всего покупают через спецпредложения. У них нет, ну, как бы, боли, что у них дизайнеров нет, у них дизайнеров в избытке. Вам важно быть лучше других дизайнеров. А что значит лучше других дизайнеров? Это не значит чертить лучше всех, или не значит проекты иметь лучше всех, или не значит подбирать цвета лучше всех. Это другое. То есть быть лучше других дизайнеров в глазах клиента, это уметь слушать его, слышать, быть с ним на одной волне, мыслить в категории не только творчества, но и бизнеса. Когда вы показываете и рассказываете клиенту на продажах, собственно, как будет взаимодействие осуществляться с ним, это тоже процесс. Это процесс снижения рисков, умение считать психологически, что у него главное, какой у него показатель главный. Это деньги, чаще всего это бизнесмены, предприниматели. Это эмоция, чаще всего там это девушки, женщины, там жены. Это социальная, часто мужчины, которые хотят похвастаться. Либо безопасность, ну, чаще тоже такие, как бы дерганные люди, которые вот вечно в опасности. Вот ты считываешь, что ему нужно, по сути, знание психологии. Поэтому главное нигде найти, да, как ты их конвертируешь из потенциальных в реальных. У меня случаев таких было очень много, когда я встречался с клиентом, и, соответственно, там было 20 дизайнеров, вот выбирали почему-то меня. Не потому, что я самый лучший дизайнер, просто, условно, психологически более подготовлен и работаю по его ценностям. Поэтому тут комплекс услуг, вернее, комплекс навыков, и их можно получить, послушав вот самое начало сегодняшнее, там 7 навыков в основных. Если ты их все развиваешь, то ты, в принципе, спокойно со всеми ребятами общаешься и получаешь клиентов. Так, упаковка вообще тема огонь. Да, согласен, это прям вообще крутая тема. Делаете ли вы финансовый анализ своей деятельности? Конечно, делаем. У нас есть система, тайммани называется. Отличная тема, кстати. Это еще один мой продукт, я его сделал где-то год назад для внутреннего пользования. Очень крутая тема, но пока я его не вывел, не хватает у меня сил, внимания, чтобы это вывести. Если очень кратко, то вот вы видите, да, то есть у меня вот все деньги, они как бы прописаны вот здесь. У нас каждый проект прописан, то есть мы можем взять любой проект и посмотреть его рентабельность четко. Вот мы берем какой-нибудь вот этот, допустим. Давайте вот этот вот возьмем. Вот его рентабельность, вот кто там принимал участие. У нас каждая копеечка записана. Вот это очень крутая тема, потому что она позволяет понимать, кто в какой должности, сколько денег потратил, либо сколько заработал, сколько мы должны кому выплатить, кому какие бонусы. Сводная таблица есть конкретная по каждому специалисту. В общем, вот эта тема, она очень-очень крутая. Если у вас цифры нет, если вы это не считаете, то в принципе очень сложно управлять, очень сложно бонусы начислять, очень сложно нормальным людям, сотрудникам с ними общаться и объяснять то, что нужно, сколько они будут получать и как. Поэтому очень крутая тема. Я думаю, скоро я выведу эту тему на рынок. Собственно, вы сможете тоже подключиться и участвовать. Я пока до конца не понял, не придумал еще механику финансовую, как это делать. Мы уже сами пользуемся около года и пользуются наши выпускники, кто у нас учился. Мы им тоже даем как бы это использовать. Вот на внешний рынок пока не выводим. Но сами очень довольны. Раньше мы на подсчет таких финансов тратили 300 тысяч в год. Это работа бухгалтера. Сейчас работа бухгалтера не нужна, все считается автоматом. Очень крутая тема. Рекомендую. Так, как презентацию получить? Напишите мне, подпишитесь в директ, в инстаграм-аккаунт. Подписывайтесь на меня. Пишите в директ. Скажите, да можно мне презентацию. И я вам пришлю ее. Ссылочку. Так. С чего лучше начать новичку, если только после вуза, еще не совсем понимая, что тебе лучше идет? Ну, Кристина, лучше всего попробовать разные. То есть первое, я бы рекомендовал, у меня еще один есть. Ну вообще, вот если по-хорошему, вот если совсем по-хорошему, сейчас я покажу, если есть возможность, вот прям не пожалейте. У меня есть недорогой, но очень полезный курс. Он называется «С нуля до миллиона на любимом деле». Это как раз-таки о том, как пройти путь и как посмотреть. То есть здесь рассказано вообще, какие есть должности, какие есть функции, как зарабатывать 50 тысяч, как 150, как 300, как 500 и как миллион. Я не говорю, что вы будете это зарабатывать. Это нет, конечно, не так. Я говорю просто, что если есть просто путь некий, определенный, и он прописан уже на бумаге, то есть он готов, он дан, вот он в майнмэпе. И вы можете с ним ознакомиться, и там просто будет понятно, к чему стремиться. То есть я бы как бы с этого, наверное, рекомендовал как-то начать. А так просто попробовать там то, что у вас получается, найти, что именно вам доставляет удовольствие из стандарта профессии. Можете почитать, посмотреть стандарт профессии. И попробовать понять, какие там навыки нужны и поучиться. То есть лучше всего научиться, конечно, по этой теме в теории, плюс практика. Без практики никак, ну и без теории тоже никак, потому что если нет теории, то непонятно. Кто пришлет тоже мне запрос, я пришлю ссылочку вот на этот рекомендованный материал. Кто у нас сегодня будет на сегодняшнем мероприятии, я тоже дам скидочку, вы сможете, конечно же, пройти. Я абсолютно поддерживаю тему, что для того, чтобы что-то получилось, нужно фокус внимания свой направлять, да, чтобы это работало. Вот, соответственно, вот зависит, наверное, скорее всего больше от фокуса внимания, куда вы интегрируете. И, собственно, обучение – это такой процесс, требующий внимания собственного туда направления. Вот. Что такое спецпредложение? Спецпредложение – это то, что, почему… Сейчас объясню. Спецпредложение – это оффер с ограничением по времени. То есть ты что-то предлагаешь и ограничиваешь по времени. Но я, наверное, тут идет вопрос больше про то, как премиум-сегмент привлечь. Там надо не спецпредложение, есть еще один термин, это тест-драйв так называемый. То есть что ты можешь предложить, чтобы клиент с тобой пообщался, и в этом общении ты должен его считать и что-то предложить ему как результат. Это может быть либо планировка, либо концепция сделана, либо техническое задание, что-то, что ты покажешь, где свою компетентность. И в презентации этой компетентности, то есть важная не сама работа, а как строится презентация, вот что самое важное. И клиенты принимают решение, премиум-сегмент, о том, работать с тобой или не работать, не о том, не потому, что ты как-то что-то сделал там или подобрал, а в том числе потому, как ты презентуешь, как ты вообще сам себя позиционируешь. Именно сама работа, которую ты делаешь, это такая плата за вход, за то, чтобы ты имел возможность с ним поработать, пообщаться. То есть вот такая тема, примерно так. Так, Таймани будет во второй части книги, будет описано. Ну, в принципе, там описывать нечего, я сделаю это на видео, я когда выложу на сайт, там будет все написано. То есть там как бы сложностей никаких нет. Принцип работы очень простой. Каждый вы просто прописываете в момент, сколько вы истратили времени, в какой функции, на какой проект. И все. То есть если ты визуализатор, ты работаешь, как правило, одним над двумя проектами, то есть тебя не кидают по 10 проектам. То тебе не сложно, если ты забываешь отмечать, в конце дня просто пишешь, что сегодня я работал 3 часа над объектом номер 1 и 5 часов над объектом номер 2. Все, ты прописал. Тебе это заняло ровно 2 секунды, как статус обновить во ВКонтакте. А эти данные ушли в твою таблицу. И если ты это делаешь каждый день, и если каждая функция делает это каждый день, то у руководителя полная статистика. И ты можешь потом его наградить. То есть ты смотришь, если он не пропустил, и он сделает нормально, то ты ему потом бонус назначаешь, например, до 20% от зарплаты. И такой человек у тебя получает примерно 50 тысяч, а ты ему раз-таки еще 20%. В итоге он 70% получил. А 70% это очень хорошая зарплата для визуализатора. Поэтому это уже вопрос мотивации и организации студии и компании. Это мы делаем на создании студии. Я вот рекомендую, кто хочет именно уже студию создать, уже, наверное, более глубоко с этим поработать. Там на самом деле больше индивидуальная работа, больше понимания процессов, происходящих в голове творческого человека и процессов, происходящих внутри механизма студии. То есть как только ты соединяешь творческий мозг человека, сотрудника и свой, и процессы ты настраиваешь финансовые, тогда у тебя все работает. Если ты где-то что-то там не подкрутил, то тяжело. А подкрутить не получается не всегда, потому что самостоятельно до конца не понимаешь. Вот такой парадокс. Поэтому нужно, чтобы въехать в это все дело, чуть-чуть поработать. Но чаще всего это персонально нужно поработать. Тут ничего не скрою. Ну, редко у кого получается. Так же, как уникальность. Уникальность самостоятельно себе очень сложно найти. Очень тяжело. И лучше всего обращаться к эксперту. Я сам, когда делаю продукты, либо ищу уникальность, всегда-всегда спрашиваю у коллег. Ну, прокомментируйте, пожалуйста, со стороны. Потому что самому непонятно. Ты очень глубоко находишься. Тебе кажется одно, а у тебя покупают другое. То есть мне казалось, что вот у меня одни какие-то сильные качества, а люди со стороны смотрят, говорят, у тебя же другое. Я такой, блин, ну для меня это естественно. А для них это то, именно то, что нужно. И это очень тяжело. Даже если у тебя есть технологично все вопросы, то все равно тяжело себя описать. Я с этим сталкиваюсь каждый день, потому что я общаюсь и работаю с людьми. И, короче, очень сложно перестроить мозг на системную работу. Очень сложно, но можно. И очень сложно свою уникальность найти. Вот эти две вещи, они такие, на грани практически фантастики. В какой программе я слеживаюсь? Таймайни программа называется наша. Есть ли у тебя постоянные сотрудники? Ну у меня есть, скажем так, люди, с которыми я больше всего сотрудничаю. У нас, в принципе, я оформлен как ИП, и у меня все, если по юридическую сторону, у меня сотрудники, как, получается, не на меня работают, а работают как бы на себя в виде тоже либо индивидуальных предпринимателей, либо самозанятых, либо на потребе. То есть у меня ИП без сотрудников. То есть по сути так. И у меня это удобно, потому что я нанимаю, я по сути беру проект у клиента, договариваюсь с ним о договорных отношениях, то есть подписываю. Дальше уже распределяю на команды, и они уже там сами, получается, налоги платят самостоятельно свои, а я плачу свои. Ну то есть такая вот история больше как, ну и с юридической точки зрения, как это можно оформить нормально. Но это тоже нужно, тут консультация юриста нужна, потому что там есть риски разные, да, их нужно знать в деталях. Именно поэтому у нас есть, у нас есть пять договоров, то есть специально мы прописали. У нас на сайте, я сейчас покажу. То есть пять типов договоров, в которых мы с юристом поработали и оформили всю эту историю, чтобы оно было четко. Вот. Очень рекомендую, ну, чтобы не попадать на какие-то там штрафы, проблемы. Вот так вот он выглядит, пять договоров. Договор на дизайн-проект, договор на авторский надзор, на комплектацию, направление строительством и агентский договор. Вот заходишь сюда, можно пакет этот тоже приобрести, не так дорого. Соответственно, все вопросы по договорам будут закрыты. Ну вот у нас оформлено примерно так. Все проблемы, ошибки, которые могут быть, они здесь учтены. Один раз делов, то есть мы за этот комплект заплатили около 100 тысяч и много времени истратили. Теперь они есть готовые, можно их пользоваться. Опять же, там логика объяснена, соответственно, вы можете тоже воспользоваться. Так. ТЗ как завлекаловка. Ага, сейчас. Какой ТРМ используешь? Мы используем Basecamp. То есть у нас такая система. Но когда я в нее подписывался, она стоила 50 долларов в месяц, сейчас она 100 стоит. Сейчас есть аналоги Megaplan, либо Bittrex, вот рекомендуем. Либо Trello есть, очень простая система тоже. Так, вот как раз консультации. ТЗ спасают, завлекать премиум. Да, отлично, да, именно так премиум можно. Но единственное, что слово консультация не очень хорошо продается, потому что сейчас консультации дают бесплатные, все кому не лень. Сама по себе консультация, все люди понимают, что она будет продающей консультацией. Поэтому результат лучше, чтобы формулировать по-другому. То есть концепцию, например, сделать, либо стратегическую какую-то сессию, либо план работы у вас будет, либо смета. Что-нибудь, что можно пощупать, а желательно утащить с собой, чтобы со встречи. Вот что-то такое, тогда это работает лучше. Сейчас самостоятельно ведете проекты. Не очень понял вопроса. У нас работает команда. Я же показывал сегодня стандарт профессии. И каждый член команды работает на проекте в различных функциях. То есть у нас не кто-то один, собственно, делает. А иногда я участвую в роли арт-директора, иногда вроде ведущего специалиста. Иногда вроде даже последний недавно я делал проект. Я был чуть-чуть даже визуализатором. То есть я там чуть-чуть дошаманил. Хотя я этого уже давно не делал. Ну просто нужно было быстро, и клиенту там срочный был заказ. Вот, ему нужно было срочно показывать. Вот я как бы сел и сделал. То есть в зависимости от того, что нужно. То есть у нас нет такого, что кто-то один делает или кто-то один ведет. У нас распределение по задачам. Поэтому премиум сегмент я стараюсь вести сам. То есть у меня есть проекты бизнес-класса. Их ведет в основном команда. А премиум в основном я стараюсь вести. Ну мне просто интересно. Ну и потом я как бы занимаюсь этой темой. Потому что я люблю эту тему. То есть не из-за денег, а потому что мне нравится. Конечно, да. Так. Сколько у нас стоит планировочное решение? Если секрет, то в чем и в каком вы регионе? Мы в Москве. Планировочное решение у нас стоит... Ну оно просто так не делается. Мы не делаем просто так планировочное решение. Мы делаем планировочное решение вместе с техническим заданием. То есть нам нет смысла просто планировку делать. Если у меня есть рубрика, в которой я как бы планировочное решение разрабатываю, ну так и быстрое, да. Без быстрого анализа. То есть оно, ну по сути, можно пока так прислать. Вообще я планирую брать 5-10 тысяч за планировку. Но это не детальное под вашу ситуацию без разбора технического задания. А просто вот как мы видим предложение. А если мы говорим о детальном создании планировки, хорошей, действительно планировке, качественной, то я думаю от 50 до 100 тысяч это будет стоить. Потому что для начала нужно понять, что нужно делать. То есть сначала понять, что нужно делать, да. Соответственно это требует времени. То есть это требует как минимум 3-4 часа интервью с клиентом. Потом понимание обмеров каких-то нужных, да, чтобы они были точные. И потом работа специалистов. То есть обычно на дом, например, 200-300 метров, это себестоимость 1020-25. Вот, соответственно мы умножаем на 2. У меня есть себестоимость 1020, получается 40-50 тысяч. Примерно так. Финансовая модель у нас такая, что мы считаем затраты и умножаем на... То есть затрат у нас 50%, 50% идет на доход. Вот, соответственно мы можем посчитать с труда затраты. Откуда я это знаю? Я знаю сколько потребуется. Сейчас спрашиваю, как бы кто-нибудь по гороскопу такая энергетика, мощная? Назарный вопрос. Энергетика? Да, при чем тут гороскоп? Это не от этого дела, а от увлеченности делом и от понимания ситуации. То есть от уверенности и от глубокого понимания в голове, что ты делаешь. От этого приходит кайф. Поэтому рекомендую всем учиться. Рекомендую всем именно системно образовываться, внедрять системность. И тогда у вас будет гореть, вы будете гореть, потому что вы будете 100% уверены в своей правоте, и она передается. Вот, собственно, оттуда все идет. Поэтому у нас покупают, покупают дорого. Я любую цену назову. В принципе, будут люди, которые будут покупать. Энергетика отлично продает. Особенно, если она подтверждена фактами. Все у нас, да? Я так понимаю, Дэй? Ну, мы можем еще поговорить. Мы можем... Так, так, так. Ты включил ту картинку, на которой я у тебя нахожусь. Да. Да, теперь я вижу и себя, и тебя. Ой, и тебя, и себя. А теперь и тебя. На самом деле, мы сегодня с тобой в самом конце программы. Да, поэтому мы еще можем отвечать, если будут какие-то острые вопросы. Вот. Но, в целом, давайте поаплодируем Стасу. Спасибо тебе за то, что ты был с нами. За то, что ты с нами. Мы не прощаемся. Если есть какие-то вопросы, ребята, напишите очень быстренько. Ну, буквально, какой-нибудь один вопрос, первый самый. Смотри, это все аплодисменты тебе. Да, спасибо. Давайте я вот, воспользуясь финалом, подскажу, что кто книгу книг купил еще, рекомендую. 500 страниц, здесь вложено 10 лет опыта. Очень крутая книга, подарочный экземпляр, прям толстая. Килограмм, наверное, весит. Очень рекомендую, она настольная. Реально, она должна быть у каждого дизайнера, потому что в ней ответы на все вопросы, сложные моменты по дизайну и комплектации, по взаимоотношению с клиентами, с поставщиками и подрядчиками. Очень рекомендую, делаю подпись каждому. Поэтому заказывайте на сайте, ссылочку. Спрашивайте в директ, я вам пришлю. И с удовольствием вам отправим. Доставка работает, мы каждую неделю отправляем. Вот сегодня уйдет 18 книг за прошлую неделю. Поэтому вы можете быть следующим на следующей неделе. Стас, да, это очень круто. На самом деле у меня тоже твоя книга есть с подписью от тебя. Стас мне подарил такую книгу, я очень благодарен. У меня арт-директор перечитала книгу, мне перечитали сотрудники. В общем, мы читаем действительно и подчеркиваем для себя очень много важного. Я хочу, что еще сказать. Вот такие обмены опытом очень важны. И когда-то мы вообще даже не думали о том, что будем коммуницировать между регионами так запросто. На самом деле очень круто, что сейчас... Ребят, я попрошу, напишите, из каких городов вы здесь сегодня. Вот 157 человек у нас в эфире. Вот смотри, Стас. Красноярск, Новосибирск, Симферополь, Алматы, Иркутск, Омск, Братск, Тюмень, Бейск, Пронаву, Новокузнецк, Москва, Перстник, Красноалтай. Ну, понимаешь, Геленджик, Белоа, достаточно такой широкий региональный охлад. Спасибо тебе за то, что ты делаешь. Вот, еще раз спасибо большое. Питер нас тоже смотрит. Очень круто. Ну, надеюсь, мы такие форматы будем повторять. И, в принципе, готовить их заранее. Тула у нас на связи. С Тулом у нас еще пока никого не было, наверное. Вот, очень круто. Кемерово, ну, Светлана, да, мы знаем.